Да не было никогда такого государства. Ее считали Святым Гралем. Прополитен – один из лучших музеев мира. Часть сокровищ знаменитого антиохийского клада. В Византии да не было никогда такого государства. А была Великая Римская империя, которая просуществовала до середины XV века. Император Константин, он же православный святой, принесший христианство как официальную религию в Римскую империю, перенес столицу из Рима в город Византии, в Греции, который позже стал называться Константинополем. Просто в конце XV века, уже после падения империи, немецкий ученый придумал название Византия. Да, собственно, и возражать уже было некому. К тому времени войска Мехмеда II захватили Константинополь, а храм Святой Софии стал мечетью. Надо сказать, что Метрополитен – один из лучших музеев мира и находится в одном ряду с тем же Лувром, Британским музеем и Эрмитажем. Музей организован американским размахом, тщательностью и педантичностью. Прекрасное освещение, хорошие надписи, великолепные экспонаты. Итак, Музей Метрополитен, Византийский отдел. Броши в виде животных. Можно бесконечно наслаждаться лаконичностью и изяществом линий. Мраморный бюст знатной женщины. Прекрасная работа по золоту. Филигранные украшения. Предметы роскоши из западной части империи, сделанные, возможно, кельтским мастером. Великолепные украшения конской сбруи. Римское золотое стекло. Было очень популярно в Риме и ранней Византии. На латыни надпись «С семьей и друзьями в любви пейте и живите». Саркофаг со сценами из жизни Христа и Святого Петра. Подставка для чаш, чтобы друзья и родственники могли помянуть усопших и выпить за них. Часть ножки другого упоминального столика. С сюжетом о библейском пророке Иове. Золотые сольда. Монеты императоров Теодиуса I, II, Пульчерии. Золотой медальон Христа-чудотворца. Покрытая медью бутылка для масел и благовоний. Архитектурные осколки бывшей империи остались в Турции, Греции, Египте, Италии, на Кипре, Сицилии и ряде других стран. В основном это полуразрушенные или отреставрированные церкви с прекрасными, тщательно выделанными мозаиками внутри на библейские сюжеты. К сожалению, каких-либо бытовых вещей или изделий прикладного искусства я, в общем-то, нигде не видел. Хотя старался искать такие вещи, скажем, в Лувре или Британском музее. Поэтому, когда музей Метрополитен в Нью-Йорке наткнулся на целый византийский отдел, то был очень приятно удивлен. Невероятно красивые светильники, лампа в виде сандалии, бегущих собак, дельфина, головы орла, золото из Италии и Крыма, золотой обруч, золотые и серебряные подвески и серьги, найдено в Керчи в Крыму. Фрагмент пола перед алтарем. Христос, как агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Еще пример работы выдающихся византийских мастеров мозаики. Женщина, держащая в руке меру длины. Мраморные дарохранительницы для реликвий. Надпись гласит. Это подарок церкви. Память о чуде, сотворенном святым, чьи мощи здесь и хранились. Вы не поверите, но эти прекрасные скульптуры на самом деле гирьки для весов. Восхитительное золотое жерелье. Серьги с жемчугом и драгоценными камнями. Золотые браслеты и ожерелье. Сокровище знаменитого аварского или врабского клада. В то время авары осуществляли охрану северных границ империи. Роскошная подвесная лампада. Изображены святые братья Казьма и Дамиан. И легендарная серебряная чаша. Ее считали святым Граалем. Литургические чаши. Или по-церковному потиры. Это часть сокровищ знаменитого антиохийского клада. Или, как его часто называют у нас, клада из капер-караона. Чаши были подарены горожанами главной церкви святого Стефана. И небольшой церкви Иоанна Крестителя. В городе от Тараути. Серебряный оклад книги с двумя евангелистами. Матфеем и Иоанном. Великолепная работа по бронзе. Посмотрите на эту рыбу. И этого льва. Изделия из горного хрусталя. Ребристые серебряные тарелки. Серебряные ложки и емкости. Великолепно сохранившиеся серебряные тарелки. Изготовлены в 629 году в Константинополе. Серебряный кувшин с сюжетом поклонения волхвов. В 1204 году город был захвачен, сожжен и основательно разграблен венецианцами и франками во время 4-го крестового похода. И находился под властью крестоносцев более 50 лет. За это время из города было вывезено огромное количество культурных ценностей и золота. Примером является совершенно потрясающая квадрига, установленная ранее на византийском ипподроме и переехавшая в собор Святого Марка в Венеции. Впечатляющая коллекция. Кресты, иконы, рукописные книги. Золотые перстни. Золотые подвески. Штамп для отливки. Бытовые картины. Филигранная резьба по слоновой кости. Каменная ваза из оникса. Золотая брошь с жемчугом и драгоценными камнями. Прекрасные костяные иконы. Левая изображает евангелиста Марка. Правая – богоматерь с младенцем и святой Иоанн. Золотые монеты и украшения. Великолепная византийская глазурь. Предтеча европейских эмалей и русской финифти. Византия или Великая Римская империя просуществовала 2000 лет и внесла фундаментальный вклад в развитие нашей цивилизации. Даже после падения Константинополя на протяжении последующих веков империя продолжала оказывать культурное, цивилизационное влияние на латинские, исламские, германские, славянские и другие государства, так или иначе взаимодействовавшие с Византией в прошлом. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok